Дорога от аэропорта В пешей доступности от отеля, примерно 15 минут, находится торгово-развлекательный квартал Эль-Мерката. Вечером можно для разнообразия прогуляться в развлекательный центр «Тысяча и одна ночь», там более насыщенная программа и торговые ряды. Если вдруг что-то забыли, на территории отеля находятся свои магазинчики. Дримс Бич считается недорогим отелем, и все же по словам многих отдыхающих, на заявленные 5 звезд отель не тянет, да и рейтинг отеля явно завышен. Но есть один большой минус, в день отъезда в 12 часов, снимают браслеты все включено, в обязательном порядке, и гостям которые обедали в день приезда, обед в день отъезда может быть предоставлен за дополнительную плату. В случае если гости не обедали в день приезда, то обед в день отъезда предоставляется бесплатно, и если вы уезжаете в аэропорт поздно вечером, то как хотите так и выживайте. Максимум удастся выпросить воды на баре, а про все остальное не может быть и речи. Территория отеля огромная, она плавно переходит в территорию соседнего отеля Vacation. Территория двух отелей общая, пользоваться можно двумя отелями независимо в каком проживаете, кроме основного ресторана. В общем-то территория отеля красивая, и сразу видно, что отель староват, но его потихоньку ремонтируют. Так как отель расположен на скале, везде лесенки, спуски, много цветов и пальм. И что не очень удобно, это то, что домики идут абсолютно не по порядку, и все похожи один на другой. В темное время можно немного потеряться, особенно кто в отеле первый раз или только заселился. Также из-за большой территории не всегда справляются уборщики с мусором. Конечно же мусорят именно приезжие, что совсем не радует, но и персоналу стоило бы быть порасторопнее. На территории есть мини-клуб, амфитеатр, гриль-хаус, бары и кальянная. Рядом с рецепшеном находится диско-клуб самого отеля. Все в некотором разбросе, хорошо, что хоть где-то стоят указатели. В отеле есть 5 бассейнов. Главный бассейн и комплекс располагается в центре территории и состоит из нескольких частей. Это главного бассейна, в который спускается 32-метровая водная горка. Бассейн для детей и бассейн для ныряния и тренировочных погружений. Горка работает по расписанию. В пляжной зоне находятся два бассейна, побольше это для взрослых, и маленький для детей, в который спускается 6-метровая водная горка. Оба бассейна в пляжной зоне обогреваются в зимний сезон. Также в соседнем отеле есть две водные горки. Отель располагается на первой береговой линии и пляжной зоной протяженностью 400 метров. Пляж на нескольких уровнях, два из которых подойдут для спокойного релаксирующего отдыха, а один для активного. На пляж есть несколько спусков, это асфальтированный спуск, с помощью лифта, или трех лестниц. Пляж скалистый, длинный, шезлонгов много, но очень мало шезлонгов, которые находятся в тени, и большинство они в плохом состоянии. Хорошие места люди занимают с утра пораньше. Душ и туалет есть на пляже в нескольких местах. Зонтики, шезлонги, матрасы и полотенца предоставляются бесплатно. Место выдачи полотенец, одно на весь отель, при этом заходов на пляж несколько, и очень неудобно бегать к нему от дальних номеров. Для того, чтобы зайти в море, имеется три понтона разной длины. Все понтоны ведут сразу на глубину. На четырехметровом понтоне, не самый удобный спуск. Лестницы, как в бассейне с железными поручнями. На восьмиметровом понтоне, удобные ступеньки для спуска в воду, также с него можно попрыгать и в море. Самый длинный понтон, 63 метра, находится под водой, он скользкий, если идти по нему босиком. Так что советую приобрести коралки, их можно купить в магазине на территории отеля за 4 доллара. Но с этого понтона самый плавный и удобный спуск. Также на пляже есть две небольших лагунки, где можно купаться детям и не умеющим плавать. Там будет мелковато, и в эти лагунки без коралок не зайти. Достаточно много мелких камней, ракушек и осколков кораллов. Обязательно в этот отель берите маски и ласты. Рыбок, конечно, не сильно много, но есть очень красивые. Можно встретить скатов и мурен. На пляже есть два бара и гриль-ресторан, где можно пообедать. В баре можно взять безалкогольные и алкогольные напитки, а также пиво. В отеле насчитывается 468 номеров. Это стандартный номер и соединенные между собой стандартные номера, которые подойдут для семей, и номера сьют. Также имеются номера для инвалидов. Не все номера отеля в нормальном состоянии требуют ремонта, а при заселении многие номера плохо убраны. Также между номерами плохая звукоизоляция. Все номера большие по метражу. Во всех номерах имеется ванна, фен, индивидуальный кондиционер, спутниковое телевидение с русскоязычными каналами, мини-бар, сейф, холодильник, балкон или терраса. Уборка в номере делается ежедневно. Полотенца меняются уборщиками в том случае, если они лежат на бортике ванной или на полу. Постельное белье меняется, если на кровати лежит карточка с просьбой о замене белья. Карточка есть на прикроватной тумбочке. Но все же уборка номера желает лучшего. По концепции, отель предоставляет ежедневно одну полтора литровую бутылку питьевой воды в номер, если в номере трое, то две бутылки. Но не всегда уборщики могут принести воды. Также питьевую воду можно набирать из кулеров, в основном ресторане и в барах. И еще, в отеле по вечерам есть комары. Советую взять с собой средства от комаров. Интернет в отеле бесплатный только в лобби, и печальный. В аэропорту лучше купить и симку, потому что интернет в номере платный. Отель работает по системе все включено. Больших изысков в питании не ждите. Есть курица. Мясо, рыбка, так в принципе неплохо, но не для пятизвездочного отеля. И как говорится, голодными не останетесь. Пообедать и поужинать в отеле можно в двух вариантах. Это главный ресторан и гриль-хаус. Гриль-хаус – это барбекю-ресторан, который находится прямо на пляже. Выбор в гриль-хаус очень маленький, и каждый раз дают одно и то же. Рыба, говядина, кебаб, рис, картошка и тушеные овощи. Во временном периоде между завтраком и обедом, перекусить можно на пляже блинчиками, но открываются они с 12 дня, за час до обеда. На обед и ужин, помимо остальных напитков, дают белое и красное вино. Алкоголь в отеле не очень, пиво пить можно. Вино через раз, в зависимости от бара. Соки порошковые, кофе растворимый, чай в пакетиках. Натуральное кофе в лобби, но за деньги. На ужин в главном ресторане можно получить порцию мороженого. В главном ресторане могут быть очереди. Приятного вам отдыха! Субтитры подогнал «Симон»!